Пранкеры выдали себя за представителя африканского государства. Во время разговора обсуждались возможности экспортировать украинское зерно через порты Латвии, санкционная политика ЕС, уровень угроз странам Балтии со стороны России и так далее. Отрывки интервью уже были показаны, в частности, на белорусском государственном телевидении и сопровождались едкими замечаниями гостей и ведущих. В Министерстве иностранных дел Латвии по поводу интервью сообщили следующее. Оно было записано в сентябре, и жертвами пранкеров стали политики нескольких стран ЕС, в том числе и Латвии. Пранкеры представились председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи. При этом интервью было организовано после получения вызывающего доверия призыва обсудить актуальные вопросы для африканского континента. Латвийские учреждения перед разговором консультировались с партнерами в ЕС, получив подтверждение, что и у лидеров других государств были такие переговоры. После упомянутого случая сделаны выводы об улучшении процедуры, чтобы подобные ситуации не повторялись. Глава отдела стратегических коммуникаций госканцелярии Рихардс Бамблс напомнил, что жертвами этих же пранкеров становились и видные политики других государств, от Эстонии и Финляндии до Испании и Италии. Исключить на 100% возможность попасться на удочку нельзя. Россия, скорее всего, будет это интервью использовать для своих пропагандистских целей. Эти пранкеры или шутники кажутся чем-то невинным, какой-то шуткой. Но если мы посмотрим, как они до сих пор использовали такие сюжеты, то это кремлевские пропагандистские каналы, разные разговорные шоу, аналитические в кавычках шоу, в которых по полной программе звучат все послания дезинформации, в том числе о Латвии и странах Балтии, как о несостоявшихся странах, каких-то западных марионетках и все остальное. К тому же звучали спекуляции, что эти шутники связаны не только с российскими пропагандистскими каналами, но и со службами безопасности. При этом Рихардс Бамблс отметил ничего нового, пранкеры в разговоре с Кришанесом Кариншем не узнали. Абсолютно ничего сенсационного нового наш бывший премьер, а теперь министр иностранных дел Кришанес Каринш, не сказал. О том, что Латвия будет продолжать поддерживать Украину, о том, что нужно остановить Россию в Украине, чтобы война не шла дальше в Европу. В ноябре 2022 года Бюро по защите Сатворсму сообщило, что эти же пранкеры Вован и Лексус пытались связаться с тогда еще премьером Кариншем от имени президента Польши Анжио Дуды. Но в бюро сообщили, что эта попытка была успешно предотвращена. Хоть пранкеры, чьи настоящие имена Владимир Кузнецов и Алексей Столяров позиционируют себя независимыми, но их деятельность координируется и полностью соответствует политическим интересам Кремля. Год назад указали в бюро по защите Сатворсму. Сегодня в бюро РУСЛСМ сообщили, что учреждение многократно предупреждало о подобных рисках, но поскольку подобные мероприятия зачастую разработаны качественно и целенаправленно, то иногда злоумышленникам удается их осуществить. В бюро призывают сохранять бдительность. Алексей Дунда, РУСЛСМ.